всем привет в этом видео я покажу как я моделирую кровать это видео предназначено для начинающих моделлеров приятного просмотра вначале я сделал примитив плейн на котором разместил референс подобрал нужные размеры точных размеров этой кровати у меня не было и эта модель предназначена для игровой индустрии поэтому я примерно просчитал ее размеры каких она размеров может быть и сделал бокс всю модель я постараюсь сделать из примитива в начале ролика вы видели как она будет выглядеть значит я создал бокс нужных мне размеров и применяю к ребрам инструмент connect который делит ребра на выбранное количество сегментов затем я отделил внутреннюю часть этой кровати и задал ей цвет чтобы модель не сливалась воедино и мы видели ее части выбираем инструмент бордер и с помощью этого инструмента можно закрыть открытые части полигонов с первоначального примитива я отделил две крайние части назовем их быльца кровати и продолжаю работать с помощью инструмента connect edge расчерчиваем на нашем быльце следующие элементы с помощью ползунков линии можно передвигать вверх-вниз и друг от друга в противоположные стороны при нажатии клавиши alt x модель становится прозрачной это позволяет видеть то что находится за ней можно видеть референс или другие части модели подгоняем до нужного размера наши детали подгоняем до нужного размера наши детали этот инструмент входит в модификатор editable poly продолжаем размещать нашу деталь наши быльцы и и Продолжение следует... При нажатии клавиш G, английской раскладки клавиатуры, можно включать и выключать сетку. Здесь я выделил один полигон и нажал флип, флип нормали. Мне показалось, что нормали были перевернуты, я просто проверил, так ли это. Выделили верхнюю часть нашего обыльца и удаляем ненужные ребра. Если зажать клавишу Cuttle, то удаляться и точки. Если этого не сделал, то точки останутся. Здесь я применил инструмент Extrude, который выдавливает модель вверх или вниз. Все зависит от того, куда вы будете двигать ползунок. Чтобы выделить петлю из полигонов, нужно зажать Shift при нажатии второго полигона. И тогда по кругу выделятся все полигоны. Здесь я применил инструмент Extrude, но с локальной координатной плоскостью. То есть он экструдировал все выделенные полигоны равномерно в разные стороны. Так как модель игровая, нужно экономить полигоны. И выделяем ненужные ребра и удаляем с помощью инструмента Remove и зажатой клавиши Cuttle. Чтобы выделить сверху и снизу, я выбрал ракурс сверху. И выбрал ненужные ребра и нажал Remove и Cuttle. Получилась такая деталь. Внимательно смотрим на референс. И стараемся повторить нашу... Воплотить референс в 3D-модели. При помощи инструмента D-Touch я отделил нижнюю часть... ... нашего элемента кровати-быльца. Так как модель будет подвергаться развертке для текстурирования... ... я отделяю эти детали, чтобы текстура легла натуральным образом. Так как и в реальной жизни. То есть эта деталь в реальной жизни отдельно. И я ее отделяю, чтобы текстура легла тоже отдельно, а не на всю деталь быльца. И каждой модели, отдельной части, я назначаю свой цвет. Это дает визуальное представление о частях. И мы видим из каких частей она состоит и что же делать дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Используем вновь инструмент Connect Выделяем нужные ребра И применим инструмент Chamfer Для создания одного из элементов нашей кровати Выделяем с двух сторон полигоны И применяем инструмент Extrude Инструмент Extrude позволяет выдавливать или вдавливать части модели Продолжение следует... Продолжение следует... Применяем Connect И применяем инструмент Extrude Но уже не к полигонам, а к ребрам Задаем нужные параметры И у нас получается имитация досок Так как я делаю все из одного примитива То внутренние части остаются без полигона И тем самым мы экономим ресурсы компьютера Так как в игре это имеет большое значение Удаляем ненужные ребра Опять таки зажав клавишу Cuttle Cuttle Remove Для того чтобы не остались ненужные точки Убираем две противоположные точки Убираем две противоположные друг другу точки И нажимаем Connect Но перед этим с помощью Под объекта Border Я выбрал все границы и нажал Кап То есть закрыть пустоты Остались лишние части Которые нужно удалить Выделим два полигона И нажав масштабирование Мы можем увеличивать нужные элементы нам Выделяем ненужные нам элементы Выделяем ненужные нам элементы И с помощью клавиши Delete на клавиатуре удаляем полигоны здесь я применил инструмент bridge мост выделяем два ребра и нажимаем bridge это можно сделать без настроек настройки по умолчанию подходят к большинству операций с этим инструментом очень быстро можно закрыть в нужном месте полигоном нашу часть модели а нужно создать еще одну часть кровати, железные планки я их сделал с помощью примитива бокс, но выделил при этом галочку сверху aptogrid это позволяет создавать этот самый бокс на поверхности другой модели если модель представляет из себя плоскость она ложится ровно по этой поверхности а с помощью настроек мы делаем нужную нам длину высоту и глубину этой детали тем более если вы знаете точные размеры то их можно задать в этом примитиве очень удобно я удалил ненужные полигоны опять же таки в целях экономии зажав клавишу shift можно копировать с определенным параметром я с параметром instance что позволяет в будущем изменяя одну деталь копированы таким образом сразу же воздействовать на остальные детали которые были копированы с помощью инструмента instance очень полезная вещь при развертке и при моделировании тоже теперь нужно создать заклепки также это примитив сфера ну здесь я уменьшу сегменты и немного срежу его чтобы придать вид заклепки нажимая клавишу f3 мы делаем модели прозрачными и видим только их каркас вот у нас получилась такая сфера и с помощью настроек я оставляю 10 сегментов и двигая ползунок мы срезаем сферу до нужного нам размера сравниваем с оригиналом на фотографии подгоняем по размерам вы С помощью инструмента Oligne можно выровнять нашу сферу по нужной нам детали, там можно выбрать центр по пивоту, то есть привязка модели, пивот-поинт, или же по верхним или нижним частям другой модели. Я выбрал нижнюю доску и, применив инструмент Oligne, быстрое выравнивание, четко выровнял по нужной мне оси. Также я удалил ненужные полигоны, они будут сзади, их все равно не будет видно и экономится очень много ресурсов компьютера таким образом. Затем я просчитал сколько у меня есть на референс сети. И применив инструмент Ray, массив, тоже очень полезная вещь. Здесь я быстро выравниваю по центру нижней доски нашу заклепку. Применяем Ray. Выбираем нужное количество нам деталей, настройки Instance. Нажимаем клавишу Preview, чтобы видеть. И таким образом у нас получилось 10 копий, которым применен Instance. То есть каждая копия это Instance, которая, влияя на одну копию, влияет и на все остальные. Итак, закончили мы с заклепками. Продолжаем дальше. Дальше нужно будет скопировать первое быльце и просто увеличить не масштабированием, а перемещением нужных деталей до нужной высоты. Убираем все детали и зажав Shift, перемещаем в нужную сторону. И наша модель скопирована. Выравниваем по имеющейся заготовке, которая там стояла, удаляем ее. Перемещаем на нужную высоту наши элементы кровати. Выбрав ребра и применив инструменты выравнивания, выравниваем четко по верхней части нашего быльца. Переходим к средней части нашей кровати и деревянному каркасу. Выбираем верхней и нижней полигону. Применяем инструменты insert и зажав, нажав и применим инструмент bridge, мы быстро делаем каркас. Применяем инструмент insert. Здесь я показываю азы моделирования, которые пригодятся любому начинающему моделеру. Очень много полезных инструментов я использую, техник моделирования, все это вам пригодится. Применяем примитив бокс, зажав галку autogrid, мы создаем в нужной плоскости примитив бокс. Размещаем его по центру и с помощью ползунков выставляем нужные параметры. Выставляем нужные места. Меняю расположение pivot point. Для дальнейшего зеркального копирования применяем mirror, по нужной оси копируется точно же такая деталь. Затем зажав shift, мы делаем еще одну деталь и располагаем ее четко по центру координат и соответственно по центру нашей кровати. Далее мы всю нашу модель клонируем, ну так делаю я клонирую и создаю отдельный слой, в который помещаю клон модели. Без инстанста, просто копию и оставшийся оригинал я назначаю ему нужное мне имя. Применяю материал, все части модели я конвертирую в editable poly, снимаю группы, снимаю инстансы все. Но если вы предполагаете еще делать развертку, в этой модели мне этого не нужно было делать. Инстансы я обычно не снимаю, так как они помогают делать развертку сразу на всех элементах, которым был применен инстанс. Поэтому тут надо смотреть вперед, что вам нужно от модели. Или просто модель, или же ускорить ее таким образом. То есть, instance очень полезный инструмент. Затем я ее конвертирую в формат OBG, сохраняю, опять же таки с нужным мне названием, чтобы потом не путаться. Так как модель пойдет в другие программы, и там будет уже название одинаковое и материала, и самой модели, и файла OBG. То есть, я стараюсь, чтобы везде имя одно и то же присутствовало. Также я применяю Reset XForm, так как некоторые возможные детали я масштабировал, и это в будущем очень сильно может навредить. Поэтому применяем XForm, сбрасываем все формы, и возвращаются родные координаты. Ну что же, вот такая модель у меня получилась. Надеюсь, вам это видео понравилось, поможет. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok